всех приветствую на своем канале в сегодняшнем видео я вам хочу показать как делать вот такие замечательные пинетки с цветочками на новорожденную я почему-то придумала сделать именно с цветочками но по вот такому образцу можно сделать пинетки зайчики то есть по ходу вязания в оформлении я вам покажу как сделать ушки то есть такие пинеточки можно связать как для девочки так и для мальчика один маленький совет возьмите ниточки не слишком тонкие то есть не классическую 300 метров 100 граммах а хотя бы немножечко немножечко толще то есть хотя бы 280 метров или 240 метров как я взяла то есть чем толще вы возьмете ниточку скажем так чем она будет плотнее тем красивее будут держать форму ваши пинеточки мой размер рассчитан на девять с половиной сантиметров ножку то есть на новорожденную можно увеличить размер ножки до 12 а то и 13 сантиметров как увеличить размер я вам буду рассказывать по ходу вязания для вязания нам понадобится пряжа я взяла в качестве основного цвета голубой хотя вяжу пинеточки для девочки я решила под джинсовый комбинезончик поэтому взяла основной голубой цвет у меня в качестве дополнительного цвета шампань то есть где-то основного цвета вам понадобится 30-40 грамм в качестве дополнительного цвета грамм где-то 15 может 20 в зависимости от того что вы хотите для украшения то есть если как у меня цветочки то вам будет этого достаточно у меня 240 метров 100 граммах фирма alize lana gold ниточки для вязания спицы взяла чулочные номер три с половиной также вам понадобится крючок для заправки кончиков либо иголочка ну то есть кому как удобно если вам удобно иголочкой будет сшивать то понадобится иголочка если крючком то соответственно крючок я буду пользоваться и тем и другим вам потом по ходу расскажу почему и ножнички для обрезания кончиков также мне понадобятся серединки для моих цветочков это может быть либо пуговички либо какие-то цветочки декоративные пластиковые либо обычные бусинки и так конечно же ваше хорошее настроение мы начинаем вязать а начнем мы с подошвы для этого берем ниточку основного цвета и две из пяти спит набираем пять петель чик то есть обычным классическим способом я набираю сначала на одну спицу две начальные петельки для того чтобы был не растянутый край затем представляю вторую и до набираю еще три петельки и так на спицах у нас пять петелек вытягиваем одну та которая у нас свободная чтобы у вас не распустились две последние или две первые набранные петельки и провязываем все пять петелек лицевыми петлями и так последняя изнаночная кромочная теперь второй ряд мы с вами будем увеличивать количество петель для этого кромочную снимаем а вторую провязываем за переднюю стеночку лицевой но не снимаем и далее за заднюю стеночку так же провязываем лицевую вот тогда снимаю таким образом мы с вами вывязали с 1 петельки две среднюю мы провязываем просто лицевой и теперь с предпоследний снова провязываем за переднюю стеночку лицевую но не снимаем ее со спицы и за заднюю стеночку Провязываем лицевой. Тогда снимаем. Теперь кромочная, изнаночная. Мы с вами во втором ряду увеличили наши 5 петель еще на 2 петельки. Поэтому у нас сейчас на спице 7 петель. Теперь третий ряд. Кромочную снимаем и все петельки провязываем лицевой. Кроме кромочную последнюю мы провязываем изнаночной. Теперь четвертый ряд. Снова кромочную снимаем и из второй петельки вывязываем 2 петли. То есть лицевую за переднюю стенку не снимаем, лицевую за заднюю снимаем. Теперь у нас уже средние 3 петельки, поэтому мы их провязываем лицевыми. А спред последней вывязываем лицевую за переднюю стенку, лицевую за заднюю. И только тогда снимаем кромочную, изнаночную. Мы с вами снова увеличили количество петелек на 2, поэтому на спицах у нас уже 2, 4, 6, 8, 9 петелек. Теперь снова следующий ряд мы провяжем просто лицевыми. Кромочную снимаем первую, последнюю провязываем изнаночной. Это будет распространяться правило на все последующие ряды. Теперь у нас остался последний ряд увеличений. Кромочную снимаем, за переднюю стеночку провязываем лицевую, за заднюю. И вот увеличили снова на одну петлю с одной стороны, провязываем средние 5 петелек. И дошли до предпоследней петельки, снова увеличиваем лицевая за переднюю стенку, лицевая за заднюю, кромочная, изнаночная. Вот таким образом у нас уже провязанных, набранных, так скажем, петелек из 5 у нас уже 11. 2, 4, 6, 8, 10, 11. У меня все правильно. Теперь смотрите, для тех, кто хочет связать подошвочку пошире или, так скажем, более на взрослого ребеночка, так как у меня это на грудничка, я связала с пятиночной, вы можете связать, начиная с 7. Я думаю, до 2, где-то до 1,5-2 лет 7 петелек будет достаточно, но увеличиваете не до 11, а до 13, то есть чередуете. Набрали 7 петель и увеличиваете через ряд на 2 петельки по бокам до 13 петелек. А теперь мы с вами увеличили до 11 и продолжаем провязывать просто лицевыми петельками, просто вот так вот в каждом ряду кромочная снимается, затем лицевые петельки, последняя изнаночная. То есть платочной обычной вязкой провязываем до 20-го ряда. То есть еще получается 12 где-то рядочков. То есть первый провязали, второй провязали рядочек, далее третий, четвертый и так далее. То есть в 20-м ряду, в начале 20-го ряда мы с вами должны будем еще изменить вид нашей подошвочки. Поэтому сейчас просто продолжаете провязывать платочной вязкой, то есть туда-обратно лицевыми петельками до 20-го ряда. В начале 20-го ряда мы с вами будем продолжать. То есть сейчас я вам скажу, сколько провязала я. Сейчас мы с вами посчитаем, потому что я вам пока объясняла, забыла, какой я ряд вяжу, точнее не считала. Итак, вот смотрите. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый. Я с вами провязала сейчас по видео 9 рядочков. Поэтому нам нужно провязать еще 10 рядочков платочной вязкой. И в начале 20-го ряда мы с вами будем продолжать. У меня провязано 19 рядочков. Теперь же вернемся к тем, кто хочет связать пинеточку побольше, то есть на больший возраст. У меня это приблизительно где-то середина, может быть даже чуть-чуть выше провязано. То есть вам нужно будет померить, сколько вам нужно ножка. Ну, к примеру, это 12 сантиметров. То есть где-то сантиметров 6-7 из этих всех 12 вам нужно провязать вот эту вот высоту. То есть вы увеличили до 13 и провязываем высоту больше, чем, наверное, даже половина вот этих 12 сантиметров. Где-то сантиметров 7 вы провязываете просто полотном платочной вязки. Итак, теперь повторяете за нами. То есть для тех, кто вяжет со мной, у нас 11 петелечек. У тех, кто вяжет не со мной, у вас 13 петелек. То есть вы увеличиваете до 15 по бокам, на предпоследних добавляете 2, а мы увеличиваем до 13. Кромочную снимаем. Теперь за переднюю стеночку провязываем лицевую, не снимаем, и за заднюю провязываем лицевую. Тогда снимаем. Увеличили с одной стороны на одну петелечку. Средние петельки провязываем просто лицевой. Доходим до предпоследней и снова увеличиваем лицевую за переднюю стеночку, не снимая лицевую за заднюю. Снимаем кромочная, изнаночная. То есть мы с вами просто увеличили на 2 петельки с обеих сторон, то есть по петельке, нашу подошвочку. Как бы визуально у нас лопатошка идет на расширение. Вот и, так скажем, на пинеточке она должна идти на расширение. Мы увеличили. И теперь еще 6 рядочков мы с вами провяжем такой же платочной вязкой, как и до этого. То есть просто вяжем лицевыми петельками 6 рядочков. Кромочная, изнаночная, первая кромочная снимается. Первый ряд провязали, далее второй. И так 6 рядочков. Я вам сказала провязать 6 рядочков, но провязала 7, поэтому провяжите еще один рядочек. Почему объясню. Смотрите, мы с вами начинали делать прибавления, то есть из 5 наших петелек, вывязывать вот здесь вот ширину подошвочки. С изнаночной стороны, то есть чередовали с лицевой стороны лицевые петли, а с изнаночной делали прибавления по бокам. И точно так же здесь мы с вами сделали прибавления в изнаночном ряду, поэтому я вам советую провязать еще 7 ряд, для того, чтобы где у нас были прибавления, там будут и убавления. Сейчас мы будем убавлять, как бы делать нашу подошвочку, заканчивать, поэтому убавление будем делать через ряд. Итак, кромочную снимаем, затем 2 вместе, следующие провязываем лицевой, то есть вторую и третью петельку провязываем вместе лицевой. Теперь средние петельки до последних 3 мы провяжем просто лицевой. Каждую петельку лицевой петелькой. Теперь у нас осталось 3 последние петли на спице. Мы первую и вторую провязываем вместе лицевой, и третью провязываем кромочную-изнаночной. То есть сделали убавление. Теперь следующий ряд мы с вами провязываем просто лицевыми петельками, полностью все, кроме кромочных. То есть первую кромочную, как всегда, снимаем, последнюю провязываем изнаночной. Теперь снова делаем убавление. Первую кромочную снимаем, затем вторую и третью провязываем вместе лицевой, как это мы уже с вами делали. Средние до последних 3 провязываем лицевыми, а из трех вот этих последних, первую и вторую провязываем лицевой вместе, и последнюю кромочную-изнаночную. Как бы снова убавили 2 петли в ряду. Теперь снова у нас просто лицевые петельки. Кромочную снимаем и провязываем. Как вы видите, мы просто чередуем убавления и просто провязываем лицевыми. Убавление просто лицевыми. У нас на спицах получается 9 петелек. Снова делаем убавление. Кромочную снимаем, вторую и третью мы с вами провязываем вместе лицевой. Затем средние петельки до последних 3, у меня это 3, провязываем лицевой. Первую, вторую из трех последних провязываем вместе лицевой, кромочная и изнаночная. Снова убавили 2 петельки. Наши 7 петелек провязываем просто лицевыми в следующем ряду. Чередуем. Разворачиваем и снова сделаем 2 убавления. Кромочную снимаем, 2 вместе провязываем лицевой, вторую, третью. Теперь одну провязываем лицевой. Теперь из последних 3, первую, вторую провязываем лицевой, кромочная и изнаночная. Мы с вами сделали последнее убавление. Мы начинали с 5 петелек, закончили на 5 петельках. Разворачиваем наше вязание и теперь заканчиваем. Кромочную снимаем, провязываем далее вторую лицевой и делаем протяжку. То есть одеваем первую петельку на вторую. Снова провязываем следующую лицевой и одеваем на нее предыдущую. Теперь четвертую лицевой и на нее одеваем предыдущую петельку. И точно так же последнюю кромочную хотите провязывайте лицевой, хотите в принципе можно было и так ее одеть, чтобы вот смотрите мы провязали четвертую лицевой, а так можно поменять их местами. То есть одеть последнюю на предыдущую. Почему я так сделала? Для того, чтобы у нас красивый краешек был. Если мы закончим лицевой последнюю, то у нас будет вытянутый. А так у нас довольно таки аккуратный и красивый краешек. Итак, наша подошвочка связана. Теперь смотрите. Для тех, кто вяжет подошву побольше, вы провязали, допустим, еще раз повторюсь, из своих 12 сантиметров подошвочки 7 сантиметров вот эту часть. Увеличили затем по одной петельке с каждой стороны. Если вы провязали нужную высоту, где-то сантиметра за 2, то есть всего 10 сантиметров провязали, где-то за 2 высокой точки, скажем так, сантиметра, вы начинаете делать убавления, как мы, через ряд. Теперь берем ножнички и обрезаем наше вязание. Либо хотите, оставьте, мы продолжим, то есть чтобы не закреплять ниточку. Ну, я, честно говоря, покажу вам самый обычный способ, ну, то есть с обрезанием ниточки. Вам, чтобы было просто видно, что я делаю. Теперь берем, вот так вот подтягиваем наше вязание. Я делаю всегда пару воздушных петель для того, чтобы затянуть свое вязание, чтобы мне оно, скажем так, не распускалось и не мешало. И я вам посоветую заправить вот эти кончики между, так скажем, крайними или косичками, или между вязанием. Почему, объясню еще раз, для того, чтобы вам не мешало вязать. То есть вы сейчас будете делать набор петелек по краю, и чтобы вам не мешало. То есть с этой стороны делаем, и точно так же делаем с верхней стороны. У вас вот этот размер подошвочки должен соответствовать размеру подошвы ножки. То есть, если, допустим, ножка 9 сантиметров, делаете где-то 9-9,5 сантиметров. Лучше на запасе полсантиметра оставить. Если же у вас ножка 10 сантиметров, то будет точно так же достаточно. Немножечко просто здесь добавляете парочку рядочков. Если же ножка сантиметров 12, то, соответственно, в наборе вначале вы делаете 7 петель, увеличиваете их до 13, провязываете высоту, затем увеличиваете до 15, провязываете высоту и сантиметров где-то 2 оставляете на убавление через ряд. И таким образом у вас получится точно так же подошвочка, там 12 сантиметров или 13, ну, в принципе, эти пинеточки можно связать и на 12-13 сантиметров ножку. Но, еще раз повторюсь, мы вяжем на совсем крохотную ножку, поэтому у меня 9,5 сантиметров, на ножку где-то 9-9,5 сантиметров. Подошва наша окончена, и мы с вами начинаем делать набор петель на боковых частях пинетки. Итак, подошвочку я заправила, теперь понадобится ниточка дополнительного цвета. Смотрите, такую подошвочку точно так же вы вяжете на вторую пинетку, то есть все точно так же. Различие в наборе петель на боковых частях у вас будет лишь в том, что, смотрите, сейчас одну я вам покажу, как мы будем набирать петельки с одной стороны, а вторую вам нужно будет начинать набирать отсюда, с другой стороны, то есть как бы вы лопатошку ложите пяточкой к себе, и одну пинетку вы набираете отсюда, то есть чтобы ряд у вас начинался с этой стороны, а вторую с другой стороны. Я сейчас вам покажу, как с этой стороны будете набирать, а точно так же, я думаю, вы без лишних, скажем так, трудностей справитесь и сами, то есть набираете одну пинетку с одной стороны, а вторую с другой стороны. Почему? Для того, чтобы у вас пинеточки получились сначала рядом в разных, так скажем, частях пинетки, как бы в зеркальном отображении, то есть у вас пинетка будет с одной и с другой стороны начинаться, одна здесь, а вторая с другой стороны здесь, то есть так как вы начинаете с подошвы, начинайте в разных частях. Опять же, для тех, кто хочет, чтобы пинеточка была, ну, допустим, шелчик шел в одной стороне, то делайте с одной стороны, в общем, это по вашему желанию. Еще раз повторюсь, делайте набор одной пинетки с одной стороны, другой с другой стороны. Я буду отсюда начинать, поэтому берем ниточку другого цвета, коротким краешком, вот так вот загоняете, скажем так, крючок берете, почему я вам говорила, что понадобится и крючок, и, скажем так, иголочка. Крючок нам понадобится именно в наборе боковых петель. Итак, на боковых стенках нам нужно набрать 14 петелек с одной стороны, вот с этой широкой, так скажем, и, как, с длинной, с длинной части нам нужно набрать 14 петелек, с переда и сзади по 10 петелек, и со второй боковой тоже 14. То есть набираем вот так вот с каждой петельки 14 петелек, с другой 14, 10 и 10. То есть начинаем просто с каждой петельки набирать вот так вот, с каждой боковой петельки набирать по петельке. Почему с боковых стенок по 14, а с переда и с задней части по 10? Потому что у нас пинеточка, как бы, часть передняя и задняя уже, чем боковые. Поэтому набираем вот так вот с боковых стеночек нашу высоту пинетки. Итак, вот я набрала, как вы видите, 10, 10 и по 14. То есть вот мы с вами набирали, вот так вот выглядит наша подошвочка. Вот я набирала с левого уголка, вторую вы будете набирать с правого уголка, то есть с вот этой стороны, с правой. И для полной, так скажем, уверенности в том, что вот это вот никуда у нас не распустится, я завязываю узелок. То есть как бы завершаю наш круг, скрепляем. Мне этот узелок, в принципе, мешать не будет. Я думаю, как и ребеночку, я вам потом покажу, как его убрать. И теперь после набора у нас получается вот здесь вот с левой стороны, с левого уголка, начало ряда. Поэтому я беру спицу четвертую и провязываю полностью этот ряд, начиная с левого уголка, лицевыми петельками. Хотите, провязывайте лицевые за заднюю стеночку для того, чтобы были перекрещены. Так обычно советуют, чтобы дырочек не было. Но я буду провязывать обычным классическим способом. У меня довольно-таки широкая ниточка, поэтому мне кажется, что дырочек нет. Вот, смотрите. Дырочек так таковых нет. Поэтому провязываем полностью этот ряд лицевыми петельками. Если вы начали классическим способом, то, соответственно, провязывайте все четыре спицы классическим способом. Если за заднюю стенку перекрещены, то не забудьте за это вторую пинеточку будете вязать точно так же перекрещенными. Итак, вот, провязываем полностью ряд лицевыми петельками. Вот я довязала ряд, где у меня вот этот вот узелочек. Закончился ряд. И еще раз провяжите один ряд лицевыми просто за передней стеночке. Обычным классическим способом. Если вы первый вязали перекрещенными, то этот можно уже обычным способом. То есть всего мы, получается, от набора петель провязываем второй ряд. Провязали два рядочка лицевыми. И у нас как бы визуально получается уже три рядочка беленькой, ну, точнее, светленькой ниточкой. Но на самом деле две, так как мы сделали набор петелек уже светлым цветом. Теперь третий ряд мы с вами провяжем уже другим способом. Смотрите, у вас на боковых стенках 14 петелек. Запомните это вам, скажем, это понадобится сейчас при провязывании третьего ряда. Здесь у вас 10, 10 и по бокам 14. Итак, провязывайте первые две за переднюю стенку вместе лицевой. Это одна петля. Теперь делайте накид. Вторая петля. Снова следующие две провязываете вместе лицевой за переднюю стеночку. Будет немножечко тяжеловато. Может, немного туговато вязали последний ряд, как я. Итак, это третья петля, две вместе. Накид делаем, четвертая петля. То есть мы провязываем две вместе, накид, две вместе, накид, две вместе, накид. И так до конца этого ряда. Почему я вам сказала, что запомните, что 14? Вы будете считать. Две вместе это одна петля, накид вторая петля, две вместе третья петля, накид четвертая, две вместе пятая, накид шестая. Теперь у меня идет две вместе седьмая, накид восьмая, две вместе девятая, накид десятая, две вместе одиннадцатая, накид двенадцатая, две вместе тринадцатая. То есть чередуете просто две вместе лицевой, накид. И вот четырнадцатая. То есть чтобы у вас обязательно совпадали количество петель с накидами 14 петлям. Точно так же и для тех, кто вяжет пинеточку пошире. Вы набираете с боковых сторон, я забыла вам сказать, с боковых сторон большее количество, а с пяточки и носочка меньшее количество. То есть у вас приблизительно получится по 16 боковых частей, или там по 18 петелек, и с передней и задней по 12 петелек. То есть разбиваете, желательно набираете четное количество, чтобы вам было удобно вязать. И так вот, я дошла до пяточки, провязываю две вместе. Первая петля, накид. Вторая петля, две вместе. Третья петля, накид. Четвертая, две вместе. Пятая, шестая, накид. Две вместе. Седьмая, восьмая, накид. Две вместе. Девятая и десятая накид. То есть спица заканчивается накидом. Петлей, накид. Переходим к третьей спице, то есть боковой части. И снова у нас здесь 14 петелек, поэтому мы две вместе провязываем. Первая петля, накид. Вторая. Две вместе. Третья петля, накид. Четвертая. Две вместе. Пятая, накид. Шестая. Две вместе. Седьмая, накид. Восьмая. Две вместе. Девятая, накид. Десятая. Две вместе. Одиннадцатая, накид. Двенадцатая. Две вместе. 13 накид 14 каждая спица заканчивается петлю накид и последняя передняя часть 2 вместе накид 2 петля 2 вместе 3 петля накид 4 2 вместе 5 накид 6 2 вместе 7 накид 8 и 2 вместе 9 последняя петля накид 10 мы с вами провязали третий ряд почему мы вязали с вами таким образом для того чтобы у нас четвертом ряду образовались дырочки то есть у нас будут как бы вот эти зубчики рюшечки поэтому мы провязываем полностью все петельки и накид лицевыми петлями не перекрещенными за переднюю стеночку полностью все петельки лицевые то есть вот смотрите мы провязали с вами один ряд лицевыми у нас получились я вам показываю в развернутом виде вот такие вот дырочки то есть вот таким обычным способом вам легко будет делать дырочки и сверху для продевания шнурочка вот таким обычным способом 2 вместе накид 2 вместе накид вроде как мы с вами сократили 2 вместе петелечки но накид нам заменил петлю и все и точно также мы провязываем с вами полностью за переднюю стеночку все петельки лицевые как накид так и петельки провязанные 2 вместе весь ряд провязан до конца лицевыми у нас получились по краешку вот так вот по боковым частям дырочки вы провязали до конца ряда опять же повторяюсь у вас ряд вот этот вот узелочек краешек ниточки вы все время здесь как начинаете так и заканчиваете ряд и сейчас мы с вами провяжем еще один ряд просто лицевыми петельками за переднюю стеночку то есть как бы закрепим наши дырочки чтобы они у нас были аккуратненькие красивенькие не распущенные такие не растянутые еще одним рядом лицевых петель и то есть еще делаем один круг один ряд просто каждую спицу провязываем лицевыми петельками и так как вы видите у нас провязанные уже два ряда лицевыми и получились вот такие вот дырочки обратите внимание снова мы закончили вот здесь вот в начале или как скажем в конце ряда теперь мы с вами поменяем ниточку на основной цвет но не спешите обрезать ниточку дополнительного цвета а отмерите сантиметров где-то 20 можете 25 не только после этого отрежьте ниточку чем мне нравятся эти пинеточки тем что здесь можно не бояться а смело присоединять ниточки простыми обычными привычными нам узелками то есть здесь не обязательно какими-то особенными способами закреплять ниточку так как у нас все узелки потом будут аккуратненько спрятаны я вам покажу как теперь берем ниточку основного цвета и вот здесь вот вот у нас получается краешек мы отрезали но в начале ниточки вот здесь вот где мы с вами закончили вязание дополнительным цветом здесь закрепляем ниточку основного цвета обычным узелком и чем ближе вот здесь вот так скажем к основанию вот этого нашего хвостика тем лучше вот так вот закрепили узелочком обычным он у нас никуда не денется поэтому берем ниточку основного цвета оставив вот этот вот краешек дополнительной ниточки можете в серединку она нас пока будет рисоваться просто продолжаем наше вязание вот она начала нашего ряда поэтому мы сейчас просто вяжем лицевыми петельками но уже основным цветом то есть обратите внимание вот я уже перешла на голубой цвет у нас по бокам как было 14 петелек так и есть по носику и по пяточки у нас по 10 петелек можете пересчитать для своего так скажем для своего утверждения в том что все верно у вас и все хорошо если же меньше либо больше там где-то вы сделали лишние накиды либо наоборот накид пропустили поэтому на это тоже следует обратить внимание как при вязании первой пинеточки так и второй в общем провязываем полностью все петельки лицевые основного цвета и довязав вот этот первый рядочек нам нужно провязать еще 7 рядков лицевыми петельками то есть всего ниточкой основного цвета мы с вами провязываем 8 рядочков уже у нас пошла так скажем высота самой пинеточки то есть вот эти дырочки наши если вы соедините вот так вот это и получаются наши боковые зубчики то есть вот эта часть у нас еще будет сшиваться они точкой основного цвета уже пошел так скажем набор высоты пинеточки и так первый ряд закончили и продолжаем провязывать лицевыми петельками еще всем рядочков то есть всего 8 рядочков и так вот как вы видите я довязала 8 ряд то есть 8 рядочков и закончила там где у нас узелочек том уголке опять же заострю свое внимание вам нужно будет вторую пинеточку точно также провязать 8 рядочков но у вас закончится вязание вот с этой стороны то есть вам нужно будет еще довязать вот эту вот переднюю скажем часть вот как вы видите пяточка носок вот эту переднюю часть довязать и теперь мы будем делать мысочек пинеточки как мы его будем делать так как мы провязали вот эту вот уже часть она у нас входила в ряд переднюю то мы берем приспускаем вот эту последнюю петельку на следующую вот так и со стеночки с боковой части вот так вот переодеваем одну петельку вот таким вот образом мы сейчас будем делать мысочек как делается пяточка то есть для тех кто вяжет пятку особого труда не составит но для тех кто не умеет ее вывязывать то немножечко придется понять этот смысл то есть смотрите мы с вами провязали вот эти 10 петелек из боковой части постепенно будем забирать в каждом ряду с одной боковой части по петелечки и с другой то есть мы сейчас забрали с боковой стеночки одну петельку у нас осталось здесь 13 петель разворачиваем на изнаночную сторону наше вязание и вот эту петельку первую снимаем она у нас как бы будет считаться кромочным смотрите теперь вот эти 10 петелек будут в каждом ряду неизменным но мы будем провязывать средние 8 петелек а на первую и десятую с боковой части снимать по петелечке я извиняюсь за этот звук который сейчас будет но к сожалению делозить по столу будет сильно то есть вот смотрите получается мы берем приспускаем вот эту вот изнаночную последнюю и с боковой части забираем петельку вот таким вот обычным образом у нас получилось на боковых частях по 13 петелек а с передней части 10 петелек так и осталось но обратите внимание также что у нас провязывается всегда лицевой гладью пиметочка то есть лицевой стороны это лицевые петли а с изнаночной это изнаночные петли то есть смотрите первую кромочную снимаем далее провязываем 8 средних петелек лицевыми с лицевой стороны изнаночными с изнаночной и провязывая десятую последнюю петельку мы ее приспускаем на вот так вот боковую часть нанизываем с боковой части петельку вот так вот и будем теперь продолжать делать мысочек постепенно провязывая с лицевой стороны затем с изнаночной стороны и нанизывая на последние петельки с боковой части первые петельки так вот провязали изнаночной теперь нанизали с боковой на последнюю и обратно вернули всегда у нас проверяйте чтобы было на переднем на передней части мысочка 10 петель и теперь снова кромочную снимаем провязываем средние 8 лицевых из боковой части забираем первую петельку самую крайнюю хотите можете последнюю первую провязывать вместе просто лицевой а можете вот так вот переодевать как это делаю я то есть как вам удобно так и делаете берем кромочную снимаем так скажем ее кромочную будем называть 8 делаем изнаночными вот так вот провязываем обычным способом возвращаем то есть просто одеваем первую петельку боковую на последнюю провязываем вот так как вы видите у нас вывязывается мысочек так нам нужно делать сокращение до тех пор пока у нас с боковых частей не останется по 7 петелек то есть у нас будет 10 передней части мыска 10 задней части пяточки и на боковых стеночках будет по 7 петелек то есть на боковых по 7 это 14 и 20 это 34 петельки пока у нас не останется по всему кругу на всех четырех спицах и продолжаем провязываем лицевые лицевые последнюю провязанную лицевую спускаем и на нее нанизываем первую боковую и так точно продолжаем провязываем с изнаночной стороны и последнюю нанизываем я надеюсь что вам это понятно продолжаем самостоятельно либо есть еще другой способ вот вы довязали наши восемь рядочка и теперь смотрите вот у нас мысочек здесь пяточка здесь боковые части довязали до конца как и в предыдущий раз я вам показала но теперь смотрите спускаете как бы не довязываете эту десятую смызка петелечку переодеваете ее вот так вот на следующую спицу и вместе за заднюю стеночку провязываете 10 то есть получается последнюю смызка и первую с боковой вместе провязываете лицевой за заднюю стеночку теперь разворачиваете на изнанку первую кромочную снимаете затем 8 изнаночных провязываете среднюю и последнюю приспускаете на боковую часть и вместе провязываете изнаночной как бы первую провязываем точнее как первую получается мы не провязываем а снимаем как кромочную а последнюю смызка и первую с боковой части провязываем вместе и теперь провязываем снова все лицевые кроме последней то есть 8 средних получается лицевые последнюю не провязываем переодеваем на боковую части вместе за заднюю стеночку провязываем лицевой то есть получается последнюю с первой боковой провязываем вместе с изнаночной стороны изнаночной петелечкой вместе провязываем а с лицевой стороны вместе лицевой петелочкой вот вы провязали все изнаночные кроме последней а последнюю провязываем с первой боковой и И снова разворачиваем на лицевую сторону, кромочную снимаем, 8 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И последнюю лицевую провязываем с первой боковой, за заднюю стеночку лицевой. То есть это второй вариант для тех, кто не понял, как делать протяжки в первом варианте. Я извиняюсь за этот, еще раз за этот стук, но ничего с ним поделать не могу. Итак, 8 провязываем средние изнаночными, последнюю десятую провязываем изнаночной вместе с первой боковой. Первую лицевую снимаем, она у нас кромочная, и точно так же провязываем 8 лицевых средних, то последняя десятая провязывается с вот этой вот первой боковой. И так точно так же продолжаем провязывать последние с первыми боковыми, снова до боковых 7 петель. То есть с одной стороны 7 петель, с другой 7, здесь 10 и с мыска 10. Получается такой же точно мысочек, но более такой нежный. Здесь получаются нежные лицевые косички. А в предыдущем случае у нас получаются такие вот своего рода, как V-образные такие, в общем, швы. Вот так вот я скажу, швы. Я думаю, что вот этот вариант скорее для детских, скажем так, больше подходит вот эти косички. Но, в принципе, кому-то нравятся больше протяжки и проще, кажется, протяжки. Кому-то этот вариант. В общем, продолжайте вариантом, тем, который вам более был понятен и понравился. И, соответственно, вторую пинеточку точно так же делайте таким же, как и в первом случае. Какой вы вариант выбрали, первый или второй, таким же точно. Чтобы у вас не получилось, что одна пинеточка одним вариантом, вторая другим. Для тех, кто вяжет размерчик побольше, точно так же делайте, вывязывайте мысочек из 12 своих петелечек передних и забирайте с боковых стеночек по одной петелечке. Но при этом у вас на боковых стеночках должно остаться не 7 петелечек, а 9, то есть побольше. Последнюю не провязывайте и изнаночная. И так продолжайте самостоятельно до 34 петелек по кругу, еще раз повторюсь, до 7 по бокам и 10 с передней и задней части. Все, мы довязали мысочек свой передний, вот как вы видите, у меня осталось с боковых стеночек по 7 петель, с передней и со стороны пяточки по 10 петелечек. Теперь одну пинеточку мы будем с вами вязать, начиная с вот этого края, где вы закончили, то есть с правой стороны, с правого уголка будем считать, нижнего. А вторую пинеточку будем начинать с левого нижнего уголка, то есть для того, чтобы я вам еще раз говорила, для того, чтобы у нас был шовчик на одной пинеточке с одной стороны, а на другой пинеточке с другой стороны, то есть как бы в зеркальном отображении. Вот я вам покажу на примере совмещение петелек на одной стороне. А сейчас я буду делать в зеркальном отображении, то есть с левой нижней части, вот так вот, чтобы в зеркальном они отображении были. Поэтому я провяжу переднюю часть мыска, первую, как всегда, снимаю, затем вот так вот провяжу все полностью петелечки лицевой, до последней, а затем, уже начиная с левого нижнего уголка, вот я провязала полностью лицевые, начиная с левого нижнего уголка, я буду провязывать один рядочек резинкой один на один. Но, для того, чтобы у меня не было, как бы, вот этой вот дырочки, если мы сейчас начнем вязать сразу резиночку, я сделаю вот так вот хитренько, вот таким вот образом, смотрите, я с внутренней части вот этих провязанных петелек возьму петелечку и вместе провяжу лицевой. То есть, у меня количество петель с боковой части не изменится, а у меня будет 7 петелек, то есть, вот 6 и одну я провязала вместе лицевой, но при этом у меня не оказалось дырочки при переходе. Теперь я провязываю полностью все петельки резинкой один на один, то есть, чередуя лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Закончила провязывать лицевой, значит, следующую, начиная спицу, провязывать с изнаночной петли. Вот, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Значит, третью спицу я буду провязывать, начиная с изнаночной. Ниточка перед работой и продолжаем провязывать. То есть, смотрите, для тех, кто вяжет такую пинеточку, как у меня, ряд будет заканчиваться после муска, после передней части, а у тех, кто вяжет первую пинеточку, ряд будет заканчиваться с правой верхней части. И вот, еще раз повторюсь, для того, чтобы не было вот здесь вот дырочки с боковых частей, я предлагаю вам последнюю петельку, вот эту изнаночную, тоже взять с боковой части петелечку и провязать вот так вот вместе. То есть, вы берете не саму петелечку, а здесь с внутренней стороны, где-то вот набираете, как бы вот такую вот внутреннюю петельку, захватываете. И вот у вас здесь дырочки тоже не должно быть. Теперь провязываем мысок, начиная с лицевой, так как у нас была последняя изнаночная. Вот, дырочки, как вы видите, нет. Поэтому мы продолжаем провязывать лицевая и изнаночная и еще передние 10 петель. Для тех, кто вяжет вторую пинеточку, вот эта резиночка один на один будет провязываться с начала вот этого ряда. То есть, получается, мы начали провязывать с левой стороны, а вы, закончив провязывать мысок, начинаете вот здесь вот с правой стороны. То есть, у вас начало ряда будет с мыска резинка один на один. А здесь вы заканчиваете мысок окончания резинки один на один. То есть, как бы у вас перенеслось начало ряда на левую сторону, на левую нижнюю вот часть квадратика. Точнее, прямоугольничком. Теперь, смотрите, мы с вами провязали лицевая и изнаночная ряд. Следующий ряд мы с вами провяжем следующим образом. Как вот здесь вот мы вязали с вами дырочки. Только здесь мы будем с вами делать рюшечки такие вот. То в этом ряду мы с вами будем делать именно дырочки для того, чтобы вставить веревочку. Теперь, находим нашу лицевую и изнаночную и провязываем вместе одной лицевой. Вот. Вместе провязали. Получается, сократили на одну петлю. Поэтому делаем следующую петельку накидом. Теперь снова находим лицевая и изнаночная, провязываем вместе. И петельку накидом. То есть, это уже четвертая провязанная. Лицевую, обратите внимание, я переворачиваю другой стороной и провязываю за заднюю стенку. Для того, чтобы были петельки не перекрещенные. Это пятая провязанная. Теперь делаю накид. И переношу на следующую спицу вот эту вот петельку. Для того, чтобы у нас как бы получился законченный ряд. То есть, 6 петель у нас есть. Это 3 петли по 2 провязанные вместе лицевой и 3 накида. И седьмую петельку я провязываю вместе лицевой. Вот так вот. И делаю накид. То есть, у нас на этой спице 8 петелек. 7 с боковой части. И накид уже захватываем из тех 10 петель, которые у нас на пятке. Теперь снова поворачиваем лицевую красивенько, чтобы она у нас косичкой ложилась. И за заднюю стенку провязываем вместе лицевой. Всего, как вы помните, у нас по кругу по 7 петель 2 раза и по 10 петель 2 раза. То есть, 34 петли. Мы с вами провязали получается 8. Это 9 вместе. Делаем накид 10. Снова поворачиваем 2 вместе. Провязываем 11. Накид 12. Накид 12. Провязываем вместе 13. Накид 14. Провязываем вместе 15. Накид 16. И переносим последнюю петельку на следующую спицу. Провязываем вместе. Это получается 17. Делаем накид. Дальше продолжаем вместе провязываем вот так вот 2 вместе. Накид 2 вместе. Накид. То есть, так провязываем чередуя 2 вместе лицевую изнаночную. Накид до конца этого ряда. Чтобы у нас в следующем ряду образовались дырочки. А почему я поворачиваю петельки? Я вам объясняла. Для того, чтобы были не перекрещенные лицевые петельки. То есть, красивые у нас сложились. Накид. Лицевая вместе за 2 петельки. Накид. Лицевая вместе за 2 петельки. Накид. И так продолжаем до конца ряда. То есть, в конце ряда у нас должно получиться такие же 34 петельки, как и в начале. Но чередование лицевая. Лицевая за обе стеночки. За 2 петельки. И накид. Вот я сделала последнюю петельку накид 34. И теперь следующий ряд я провяжу петельку лицевая, накид, провязывая изнаночная. Затем снова лицевая, накид, провязывая изнаночная. И так провязываю лицевая, изнаночная до конца этого ряда. То есть, у нас как шла изнаночная лицевая, так она идет лицевая, изнаночная, не нарушая узора. Но при этом у нас уже есть дырочки для наших шнурочков. То есть, чтобы пинеточка не слетала с ножки. И продолжаем по рисунку. Лицевая, накид, изнаночная. Далее лицевая, накид, изнаночная. Лицевая, накид, изнаночная. Лицевая, накид, изнаночная. Вот так вот красивенько у нас получились дырочки. С нижней части мы делали с вами дырочки для рюшечек. С верхней части для шнурочка. Для тех, кто не хочет вставлять шнурочек, пожалуйста, просто провязывайте два ряда. Лицевая, изнаночная, чередуя. То есть, резинку один на один. И вот последнюю спицу я дошла, четвертую. Провязываю лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Те, кто вяжет вторую пинеточку, опять же, учитывайте, что ряд у вас начинается с правой стороны. Поэтому все, просто сдвигаете ровно на одну спицу. Вот мы довязали с вами, получается, сначала резинку один на один, один ряд. Затем сделали дырочки с накидами, провязывали две вместе накид. Теперь снова резинка один на один. И нам осталось довязать всего лишь пять рядочков резинки один на один. Но при этом, смотрите, изнаночную петельку вы провязываете за заднюю стенку, а лицевую провязываете за переднюю. Для того, чтобы у вас были не перекрещенные, а красивые петельки резинки один на один с внутренней стороны. Если хотите, делайте перекрещенные. Но при этом обратите внимание, чтобы у вас как первая была, так и вторая с перекрещенными. То есть, чтобы у вас не получились разные пинеточки. Вот я продолжаю провязывать еще пять рядочков. То есть, мы с вами провязали два ряда резинки один на один дырочки. Третий ряд. И еще пять рядочков. Вот я уже довязываю один из пяти. Первый резинки один на один. И нам остается связать еще четыре рядочка резинки один на один без изменения. Чередуя петельки лицевая и изнаночная. И заканчивая в левом уголочке. Довязали наши шесть рядочков после дырочки. То есть, всего у нас получается провязано в семь рядочков резинки один на один. Теперь берем нашу пинеточку и выворачиваем на изнаночную сторону. У нас здесь оставалась ниточка, вот здесь оставалась краешем беленькой или светленькой какой там у вас. И теперь мы с вами будем вязать разворачивая на изнаночную сторону. То есть, смотрите, вот как я держу сейчас пинеточку, так мы будем и вязать. Точно так же будете вязать и вторую пинеточку. Как бы начиная с, так скажем, края. С одной стороны мы будем вязать с правой стороны. Сейчас я вяжу с левой. То есть, вот это у нас, запомните, часть перед мышцом. Это начало ряда. То есть, первую мы снимаем, как всегда. И начинаем вязать лицевые, просто лицевые петельки, самые обычные. То есть, лицевую гладь шесть рядочков. При этом, лицевые мы провязываем за заднюю стеночку, изнаночные за переднюю. Я провязала первую спицу, так провязываем вторую спицу, третью и четвертую. То есть, все абсолютно, при этом, еще раз повторюсь, лицевые провязываете за заднюю стеночку, а изнаночные за переднюю. Для того, чтобы у нас красиво и ровно ложился краешек. И так же, не забывайте пересчитать количество петелек. Вот я провязываю пяточку. У меня здесь 10 петелек. Провязывая боковую часть 7 петелек. Провязываем мысок 10 петелек. И последнюю провязываем боковую часть 7 петелек. То есть, обязательно у нас сейчас 34 петельки, которые будут неизменны до конца провязывания пинеточки. Вот, провязываем лицевые все петельки. И я провязала уже, получается, первый ряд. Сейчас я продолжаю провязывать лицевыми петельками еще 5 рядочков. То есть, это у меня второй. Всего нам нужно провязать 6 рядочков лицевыми петельками. То есть, лицевой гладью. Провязываем самостоятельно. Я думаю, что здесь вопросов возникнуть не должно. Довязали 6 рядочков лицевой гладью. Теперь провяжем 1 рядочек изнаночными петельками. То есть, полностью 34 петелечки мы провяжем изнаночными петлями. Провязали первую спицу. Затем переходим в вторую спицу. Провязываем. Это у нас первая и вторая 17 петель. Третья и четвертая тоже 17 петель. Провязали изнаночный ряд. И теперь продолжаем провязывать снова лицевую гладь. Мы провязывали в предыдущий ряд 6 рядочков всего. Теперь мы провяжем 7 рядочков лицевой гладью. То есть, делаете такой плотненький-плотненький стык вот этот изнаночных петелек. Туго-туго провяжите лицевую петельку первую. Чтобы у вас здесь не было дырочки на разъеме. И продолжаем вязать просто лицевыми петельками. То есть, начинаем вывязывать с мыска ряд, как всегда. Для тех, кто вяжет вторую пинеточку после мыска. И вот так вот продолжаем вязать лицевую гладь. 7 рядочков в высоту. Я думаю, что здесь у вас также вопросом не должно возникнуть. Провязываем за заднюю стеночку. Чтобы у нас красиво ложились петельки. Ровненько, гладенько и аккуратненько. И, наверное, мы с вами продолжим во второй части. Для того, чтобы вам более подробно и, так скажем, понятно объяснить, как мы будем заканчивать пинеточку. Далее, как мы будем оформлять с вами подошву. И, также, конечно же, оформление самой пинеточки. То есть, ее украшение. Покажу вам, как украсить ее для девочки. То есть, как вяжу я, что я делаю. А также, более подробно покажу, как украсить для мальчика. Итак, в общем, продолжаем вязать лицевую гладь. И до встречи во второй части. Субтитры сделал DimaTorzok